Здравствуйте! С вами я, Татьяна Огарелик. Я хочу вам показать и рассказать, как я делаю снежинки из раковин морских малюсков. Вот они такие разные у меня. И снежинки. Вот уже готовые на темном фоне. Вот так она смотрится. И вот поменьше тоже готовые. Я их только потом немножко тонирую перламутром или блестками. А эту я собираю. У меня сделан специальный шаблон и выкладываю. Вот закрепляю, потом подсохнет. Прижимаю при помощи скальпеля, пинцета. В общем, как удобно, как получается, так и собираю. Я занялась изготовлением снежинок, а потом решила сделать панно вот из таких мелких раковин одностворчатых малюсков. После того, как сделала первую снежинку, я поняла, что лучше мне сразу сделать трафарет с разными, вот, отчерченные лучами. Чтобы было проще клеить, и снежинки получались более ровными и симметричными. Хотя из ракушек это, конечно, совсем идеальной ровности не получится. Они разные по размеру. Хотя бы выдержать такой средний размер. Вот взяла стандартный лист. На нем нарисовала 6 лучей. Снежинки обычно 6-лучевые. Вот длинные самые лучи. Ну, а тут под разными углами. Какой рисунок на снежинке, потому что одинаковые делать не люблю. Вот он, трафарет. Я вам покажу поближе. Сделать, если будете делать не одну снежинку, да даже и одну, вам будет очень удобно. Разным цветом выделила разные лучи под разными углами. И будет на нем удобно выкладывать. Еще у меня он в полиэтиленовом пакетике. Почему? Потому что клеить, вот клей, когда выкладываешь, прилипнет немножко к полиэтилену. Он так не клеится. И снимать потом очень даже удобно. Снежинку готовую с этого полиэтилена. Можно и рукой изнутри помочь. И бумага, и снежинка сама не испорчена. Будет двухсторонняя красивая, а не односторонняя. Да еще на бумаге бумагу потом отдирать. Можете для начала выложить просто, не склеивая эти снежинки. Посмотреть хотя бы лучик два, как будут смотреться клей. Раньше брала момент в монтаж жидкие гвозди. Универсальный в тюбиках. Ну а теперь вот в магазине такой появился. Это тоже универсальный клей Мастификс. Он тоже для всего. И гипсокартон, металл, дерево, пластик. В общем-то тоже подходит. Я его брала, выдавливала вот на какую-то поверхность, на какую мне удобнее. Выдавливала вот на эту пластмассовую крышечку вверх можно брать. И просто руками обмакивала в клей, потому что пинцетом эти раковины, как мне клеить, было неудобно брать. И вот приклеивала. Приклеивала и собирала вот так, одна за одной снежинку. Эти раковины удобно клеить. Почему? Потому что они вот как бы за острые концы с двух сторон и заходят. Вот теперь этот помазать и опять положить. И вот так вот у вас пойдет лучик. Следующий, конечно, прижимать. Прижимать руками, пинцетом. Ждать, когда подсохнет что-то, если уже движение начинается. И опять вот для этого мне и скальпель помогал. Вот так выравнивать и собирать. Сначала собирала основные шесть лучей и дальше уже объединяла их. Но когда были собраны у меня три снежинки, на окно приклеивать, они приклеить просто тяжеловатые. И решила сделать панно. Панно делала, вот взяла такие ниточки, они нежно-голубые и с серебристым люрексом. Просто брала вот эти ракушки и наклеивала. По две, по три на ниточку. Склеивала их. Вот. И третья тут тоже приклеивалась. Получались такие весюлечки. Это мне как бы добавление к панно. Если у вас есть мелкие раковины, то остальное не так много и нужно. Ниточки какие подберете, можно и леску, или просто... И еще мне потом понадобились блеск вот такой. И краска акриловая. Я добавила туда голубизны и немножко блестка посыпала вот эти вот блестки. И подкрашивала снежинки, потому что, ну, они, во-первых, цвет немножко уравновесился, потому что оттенки разные у раковин. Снежинки стали более такими искристыми. Ну, а это уже готовое панно. Вот оно такое. Вам еще будете гулять. Понадобится веточка. Веточка более-менее основание прямое. Ветки отходят в сторону. Та, что к стенке прилегает, можно лишние ветки убрать. И такое вот панно получилось. Снежинки готовы. Вот они уже с блеском, с краской немножко голубой. И получились все разные. И более-менее ровные, когда собирала на трафарете. А это вот такие весюлечки. Получился такой у меня снегопадный снегопад. Ветку тоже предварительно ошкурила. И покрасила той же краской, что и по снежинкам. Но снежинки не сплошное закрашивание сделала. А частично веточку сплошную закрасила. И наклеила тоже раковины на нее, чтобы было интересней. Такое двустороннее панно получилось. Можно вешать на окно такое панно, на стену, на дверь. Если нитки эти закрепить на какое-то кольцо, то можно подвесить и под потолок. Или в какой-то там свободный угол над елкой или где. И такое вот зимнее панно у вас получится. Я думала потеряется на светлых обоях, но не теряется. И даже у меня подошло обои немножко с голубизной. И снежинки тоже. Вот они такие получились. Вот на темном фоне так смотрится панно. И можно сделать какую-то зимнюю композицию к Новому году при помощи этого панно. Или повесить на дверь, на окошко. Она двухсторонняя. Будет хорошо смотреться и на окне, и со стороны комнаты. И, как я и люблю, вполне многофункциональная. Они только применимы в одном месте. Но в зимней птице тоже композиция может участвовать в этом. И что-то будет сделано. Субтитры создавал DimaTorzok